МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4 Гомель. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Беларусь-это мы. Масштабный форум собрал активную, инициативную и творческую молодежь региона. Электроэнергия для отопления и подогрева воды. В Гомельской области строят электродома. Их призвание дарить праздник людям. Сегодня день работников культуры. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Форум «Беларусь-это мы» собирает креативную молодежь во всех регионах страны. Накануне масштабное мероприятие состоялось в Гомере. Сотни проектов, благотворительные акции, волонтерство. Форум отразил все самые свежие и конструктивные инициативы молодых людей. О перспективах развития молодежного движения области узнали наши корреспонденты. Полезное благородное дело – отличный способ увековечить такое большое событие. Участники молодежного форума посадили рядом с дворцом легкой атлетики деревья. 22 дерева олицетворяют районы области и город Гомель. На них ленточки с пожеланиями своей стране. Это дерево, мы сегодня садим дерево. Это значит процветание, мир. То есть это символично довольно, для того, чтобы наша страна и в дальнейшем процветала. Серьезные вопросы и праздничная суета, современность и традиции. Молодежный форум в Гомеле действительно объединил в себе многое. Для каждого его участника это долгожданное событие. Заряд вдохновения, встреча с единомышленниками и способ заявить о своей гражданской позиции. Молодежный форум сегодня – это то место для общения, где можно обсудить актуальные вопросы, которые волнуют современную молодежь. Голос молодых сейчас особенно важен. Молодежный форум – это такая большая площадка, где можно проявить себя, проявить свою значимость, свою инициативу. Дать какой-то толщок не только одному какому-то человеку, а сразу же большому проекту. И это очень важно. Свои мысли по поводу дальнейшего развития страны, молодые и активные, высказывали на одной из главных площадок форума. Во время открытого диалога «Беларусь – это мы». Эксперты, депутаты, представители областной власти, лидеры БРСМ поддержали большинство идей. А это предпосылки того, что предложения примут практически характер и будут воплощены не только на уровне области, но и всей республики. Например, молодежный парламент Мозыря всерьез озадачился темой сохранения семейных ценностей. Предложение – проводить больше мероприятий, где семьи, и это не только родители с детьми, а и дедушки с бабушками, будут выступать единой командой. И речь не только о спорте. Можно проводить музыкальные батлы. Внуки будут исполнять шлягеры бабушкиной молодости, а взрослое поколение – современные хиты. Есть и другие задумки. На примере нашего города мы хотим организовать сначала снежный семейный фестиваль. То есть снежки – это веселье, азарт, где родители будут встречаться со своими детьми в одной команде. Их будет объединять командная работа. Это не только просто поиграть в снег, покататься на лыжах и на коньках, но это еще сплочение, командная работа. Молодежный парламент Гомельского района высказал актуальную для студентов идею – резервировать на предприятиях рабочие места для молодых специалистов. Тут же и вопросы обеспечения жильем, достойной зарплаты выпускников. И интересное предложение – на практику будущих специалистов стоит чаще отправлять в районы. Тогда распределение ни по месту учебы не напугает. Уже будет понятно, что в районах часто и зарплата выше, и жилье предоставляется. Мы затрагивали вопрос распределения, что, допустим, молодые специалисты проходят практику в городе, а в дальнейшем потом распределяются на район. И не хотят идти на район, потому что практику проходили в городе. Почему бы не делать практику на районе? Вообще для молодых специалистов это важно – пробовать везде себя во всех начинаниях. То есть практика на районе, практика в городе, на районе зарплаты повыше. Многие специалисты, перейдя на район, уже не хотят возвращаться в город, потому что говорят – вау, нам здесь и квартиру предоставили, и зарплата выше, и какое-то пособие. Чтобы достойно развивать страну, нужно прислушиваться к мнению каждого ее гражданина. А слышать голоса молодых – значит понимать, о чем мечтает новое поколение, и строить будущее в соответствии с этим. Вы знаете, что я работал раньше в регионе, и я периодически проводил такие встречи с молодежью. Мы собирали аналогичные площадки у себя, и много таких вещей, начиная от благоустройства, кончая развитием каких-то предприятий, каких-то предложений по жизни региону молодежь предлагала. Это нормальный диалог, и есть алгоритм, как можно пообщаться с органами власти. Собрать самые достойные инициативы – основная цель форума. Проведение открытых диалогов, запрос общества и современного темпа жизни. Свои вопросы, кстати, можно задать и на электронной платформе «Движение вперед». Главное, говорят лидеры БРСМ, чтобы молодежь была готова к реальным делам. Этого ждет от общественных объединений и глава государства Александр Лукашенко. «Самое главное, как вчера сказал президент, очень важные слова, чтобы молодежи были конкретные дела, чтобы общественных организаций были конкретные дела. И от этого очень важно сегодня, чтобы по итогам этих форумов все эти инициативы воплотились в жизнь. Мы вместе с молодежью, самой разной молодежи, не важно сегодня, она состоит в БРСМ или не состоит в БРСМ, мы все единый народ, мы все единая страна, и мы все вместе обсудим все эти инициативы и, безусловно, будем притворять их жизнь и передавать дальше». Экспертам задавали самые разные вопросы. Например, какими чертами характера должен обладать депутат, как создать интересный и рейтинговый информационный портал, какие молодежные мероприятия, нацеленные на интеграцию Белоруссии и России, проводятся в стране, интересовались возможностью напрямую контактировать с властями в социальных сетях. Это требование времени и привычка молодежи быстро получать информацию при помощи гаджетов. «Приятно, что общественные объединения, которые явились инициаторами этого форума, взяли на себя инициативу в том числе и собрать те предложения у молодежи, которые они хотели бы видеть в будущем нашей страны». Дворец легкой атлетики – не только главное место праздника, но и эпицентр свежих идей. Здесь представлены актуальные инициативы молодежи Гомельской области. В их числе интерактивная площадка, посвященная студотрядовскому движению. Для юношей и девушек белорусские студенческие отряды – реальный способ принести пользу своей стране. Активисты БРСМ стремятся познакомить с движением как можно больше молодых людей, в том числе с помощью игр. «У нас представлена здесь игра ДНК «Строки». Это игра, на которой изображены все элементы, либо относящиеся к атомной электростанции, либо к строке». Еще один важный пункт – волонтерство. Среди молодежи Гомельщины действительно много тех, кто считает своим долгом помогать тем, кто в этом нуждается. «Мы занимаемся благотворительностью. У нас вообще волонтерский отряд «Доброе сердце». Мы занимаемся не только пожертвованием благотворительным собиранием денег, но и всякими концертами, спортивными массовыми мероприятиями». Концертная программа полностью соответствовала размаху форума. Руководство области не оставило его без внимания. В своем видеообращении Геннадий Соловей отметил – поддержка молодого поколения – одна из первоочередных задач. «В нас в Генах заложено заботиться о своих детях, сколько бы лет им ни было, чтобы вы были здоровы. Мы практически ежеквартально открываем спортивные объекты, строим и ремонтируем медицинские учреждения, ежегодно закладываем новые дома, многоквартирные и индивидуальные, открываем садики и школы». Со сцены в этот вечер говорили о важности сохранения мира и согласия на нашей земле, необходимости ценить то, что имеешь. Вспомнили о подвиге солдат Великой Отечественной войны, высказали самые искренние слова любви к своей родине. Финал большого торжества не менее грандиозен. Шествие солдат с государственным флагом и выезд байкеров на манеж – кульминация всего вечера. Молодежь Гомельщины креативная и целеустремленная. Она хочет для родной земли мира и процветания, стремится принести ей пользу. Фраза «Беларусь это мы» для нее больше, чем просто лозунг. Форум в Гомеле – тому подтверждение. Николай Скинтиян, Марина Северьянова, Евгений Макеенко, Валерий Гопанько. Новости недели. Белорусские строители в 2020 году должны будут ввести в эксплуатацию 4 миллиона квадратных метров жилья. Именно такая цифра названа в постановлении Совета министров. Что касается Гомельской области, то здесь планируют создать 485 тысяч квадратных метров. Как идет выполнение этого задания? И пользуется ли новое жилье спросом среди населения? Выясняли наши корреспонденты. В целом по Беларуси на выполнение этого плана в текущем году будет направлено более 4 миллиардов 800 миллионов рублей. Три миллиарда из них должны составить деньги населения, остальное – банковские кредиты. При этом среди нововведений, предусмотренных соответствующим постановлением Совета министров, строительство многоквартирных домов исключительно в энергоэффективном варианте. Кроме того, в некоторых домах электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи. Первые так называемые электродома в этом году построят и в Гомеле. По предварительным расчетам, стоимость коммунальных услуг здесь будет сопоставима с их стоимостью в обычных домах. Что касается цены квадратного метра жилья, то она составит около 1400 рублей, что также соответствует среднегородскому показателю. Пока это в какой-то степени эксперимент. Однако после ввода в строй белорусской АЭС такие дома станут массовыми. В целом же строительство жилья в Гомеле сегодня ведется сразу несколькими специализированными организациями. Стоимость зависит от проектных решений. В частности, в некоторых вариантах предусмотрены теплые полы и биметаллические радиаторы. По словам застройщиков, проблем с продажей квартир у них нет. Гомельский домостроительный комбинат строит многоквартирные жилые дома, реализует жилые помещения на условиях долевого строительства. Стоимость квадратного метра составляет от 1120 белорусских рублей. Да, безусловно, помещения пользуются спросом. К моменту ввода объекта в эксплуатацию почти все помещения уже к этому моменту распроданы. Впрочем, спросом новое жилье сегодня пользуется не только в областном центре. Причем речь идет не только о панельных многоэтажках, но и таунхаусах. Первые кварсиры такого типа здесь построили в прошлом году. В эти дни возводится еще один комплекс. Пустовать он явно не будет, даже несмотря на то, что стоимость квадратного метра в Мозырском таунхаусе примерно на 200 рублей больше средней городской цены. Наша строительная отрасль в Мозыре только второй год строит таунхаусы, но пока что все, что строится, все населением востребовано и раскупается. Где-то многодетные, которые состоят на очереди с господдержкой, а где-то люди за счет собственных средств и кредитов банков на общих основаниях. Мозырский домостроительный комбинат в городе над Припятью, пожалуй, основной застройщик. Созданный во второй половине 80-х, он прошел несколько этапов модернизации и сегодня способен производить и строить жилье, востребованное населением. Хотя останавливаться на достигнутом здесь, похоже, не собираются. На предприятии постоянно ведутся разработки новых видов изделий. Качество нашей продукции, ну, в целом, можно сказать, что нормально, особо так жалоб нету. То есть по качеству наших квартир, ну, гораздо лучше, чем было. План строительства жилья на 2020 год в Мозыре будет выполнен. Иные варианты в райисполкоме даже не рассматриваются. Другое дело, что появление новых микрорайонов создает проблему недостатка или даже отсутствие в них школ и дошкольных учреждений. В Мозыре она оказалась настолько острой, что в одном из районов, где проживает много молодых семей, в прошлом месяце начали строительство детского сада. Объект, находящийся под личным контролем председателя облсполкома, планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года. Местные жители говорят, строители работают очень активно, причем на протяжении всего светового дня. А поэтому можно надеяться, что с поставленной задачей они справятся. Мы собирались летом буквально следующим отдавать ребенка. Нам пришлось его возить на установке четыре буквально, чтобы ясля отдать. Понимаете? А в связи с этой постройкой, я надеюсь, ситуация улучшится не только для нас, но и для всех. То, что решили построить детский сад, это необходимость, потому что родители вынуждены детей своих водить в другие районы. Вы понимаете, все-таки хочется поближе завести ребенка, чтобы быть более свободным. Раньше заехать на работу, приехать поздно с работы, ездить по району, собирать по всему городу детей. Это нецелесообразно. А вот, когда детский сад будет находиться непосредственно, вот, смотрите, вот это все дома, вот это все дома, не настроены молоды, молодой район, а родители вынуждены все-таки ездить и на Политарскую, и на Интернациональную. Поэтому детский сад просто был здесь необходим. И школа нужна. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько, Евгений Макенко. Новости недели. И в продолжение темы. Действительно, за последние лет пять большинство райцентров, не говоря уже про красавец Гомель, серьезно преобразились. От областного центра и Мозыря из предыдущего сюжета перейдем к Петрикову. Небольшой полевский городок, благодаря вниманию государства, поменялся до неузнаваемости. Новый импульс развитию региона дал и запуск горно-обогатительного комбината. Как строительство, производственного гиганта повлияло на быт и доходы полишуков. В интервью программе рассказала заместитель председателя райисполкома Светлана Синько. Светлана Владимировна, добрый день. Как за последние несколько лет поменялась жизнь Петриковского района? Добрый день, Александр. Конечно, Петриковщина – это удивительный живописный уголок Припятского полесья, который на протяжении уже нескольких лет изменил значительно свой облик. Конечно, благодаря главе государства, который дал поручение по благоустройству города Петрикова в апреле 2018 года, благодаря оказанию спонсорской помощи Гомельско-областного исполнительного комитета проведено благоустройство города Петрикова. В рамках наведения порядка проделаны огромные работы по благоустройству не только территории, но и жилищного фонда. Проведен капитальный текущий ремонт 58 жилищных домов. Отремонтировано 8 центральных улиц города Петрикова протяженностью около 12 километров. Установлено новое ограждение. Конечно же, появились новые остановочные пункты. Модернизирована площадь города Петрикова, в которой мы сейчас идем. Реконструирован городской парк, в котором построена новая аллея героев. Устроен амфитеатр. Появился игровой комплекс для детей. Малые архитектурные формы. Конечно же, большое значение для нашего города играет эта реконструкция стадиона Припять, который сегодня радует не только наших жителей, но и приезжих наших гостей с нашего района. В выходные дни дети могут не только заниматься на тренажерах, но и также пользоваться велодорожками, которые у нас сегодня обустроены в городе Петрикове. Для лиц с охраниченными возможностями, благодаря благоустройству города, появилась безбарьерная среда, уложена тактильная плитка. Конечно же, огромные работы были проделаны и в социальной сфере. Сегодня 8 учреждений образования, полностью сделан ремонт, заменены оконные, дверные блоки, произведена ремонт кровли. Также фасады зданий приобрели новый облик. Три учреждения культуры сегодня также коснулись капитального ремонта. Конечно же, учреждения здравоохранения тоже приведены в соответствующий вид. На все эти виды работ было направлено свыше 50 миллионов рублей. Вложены областные, республиканские деньги, районного бюджета и, конечно же, спонсорская помощь «Беларусь-Скалия». Эти изменения сложно не заметить и нам, гостям, и местным жителям. А вот справедливости ради, как повлияло строительство горнообогатительного комбината в Петриковском районе на развитие края? Строительство горнообогатительного комбината является одним из мощнейших инвестиционных проектов. И начал он свою реализацию с 2014 года. Конечно, благодаря ему сегодня имеется возможность у нашего района – это создание новых рабочих мест, повышение уровня заработной платы, ну и, конечно же, развитие инфраструктуры района. И если мы сегодня возьмем за 2019 год, у нас было трудоустроено на комбинат 151 человек. За анализируемый период 2020 года уже трудоустроено 43 человека. И планируется до конца 2020 года, что около 330 человек будут снова направлены на трудоустройство вновь в созданных рабочих мест. Конечно же, это и повышение заработной платы. Сегодня средняя заработная плата по нашему району составляет 871 рубль, что на 109% выше 2019 года. А на самом предприятии и того больше? Конечно же. На самом предприятии даже молодые специалисты, если взять, которые приходят после высших учебных заведений, они в среднем не менее 1600 получают заработную плату. Это если имеется высшее образование. Со среднеспециальным, конечно, будет немножко поменьше. А если административной должности, еще больше заработная плата. И наш район может сегодня гордиться. По уровню заработной платы мы занимаем 8-9 позицию среди 22 районов области. В кадровом плане обходитесь только местными специалистами? Трудоустраиваются на данное предприятие не только уроженцы нашего города, района, но также и приезжают специалисты из других районных центров города и областных центров. Весной состоялась встреча с будущими работниками горнообогатительного кандидата, которые планируют к нам приехать для трудоустройства. Они ознакомились с нашей инфраструктурой города, с нашим богатством, которое мы сегодня имеем. И, конечно же, с той социальной сферой, какие услуги мы сегодня можем им предложить. И, конечно же, с жильем, которым они будут обеспечены. И действительно, речь ведь не только о возведении в регионе и в Гомельской области второго по величине месторождения калийной соли в Беларуси. Скажите, как поменялись за последние несколько лет условия для жизни местного населения? В прошлом году благодаря Беларусь-Калию построено три 60-квартирных жилых дома, одно общежитие. Но они не останавливаются на этом. Уже в этом году завершается строительство одного 60-квартирного дома. Также шахта «Спецстрой» достраивает 70-квартирный дом, который тоже будет введен в эксплуатацию в 2020 году. И, конечно же, социальная сфера, она также развивается у нас. Благодаря Беларусь-Калию сегодня идет строительство детского сада на 240 метр. Ну и в перспективе, мы думаем, что в новом микрорайоне Восточный также появится еще один детский сад на 75 мест. Оказывает огромную помощь спонсорскую Беларусь-Калию нашему учреждению здравоохранения. Благодаря ему сегодня идет капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса учреждения здравоохранения. Другими словами, как понимаю, район готовится к демографическому взрыву? Конечно же, можно сказать, даже 2020 год видна положительная динамика. За первое полугодие у нас родилось 127 детей. Это на 22,1% больше прошлого года. Наибольшее количество детей у нас родилось в городе Петрикове, но вместе с тем и населенные пункты сегодня тоже прирастают по демографической ситуации. Это Копцевичский, Мышинский, Конковичский сельские советы. И, конечно же, та инфраструктура, которая сегодня создана у нас в районе, развитие социальной сферы, даст нам возможность, чтобы наше население пополнялось и молодыми специалистами, и молодыми кадрами. И наш район только расцветал и процветал на благо нашей родины, Республики Беларусь. Светлана Владимировна, я благодарю вас за это интервью и успех в делах. Спасибо огромное. Хрустальный журавль в Гомеле. Впервые за историю проведения конкурса «Учитель года Беларуси» его абсолютным победителем стал представитель нашей области Вадим Лосев, географ из 19-й школы. Дети его обожают, а коллеги называют учителем будущего. Чем покорил строго жюри молодой гомельский педагог, узнавала Анна Корольчук. 19-я школа с художественным уклоном. Может быть, поэтому здесь работает самый креативный географ в Республике. Мама Вадима Лосева – педагог начальных классов, поэтому он решил продолжать семейную династию. Географию выбрал потому, что это абстрактный предмет, который связан с воображением. Своей фишкой считает интеллектуальные игры, а сам много лет играет в квизы. Вадим говорит, что игра мотивирует детей и развивает логику, поэтому он максимально перестроил свою систему обучения на игровой формат. Ни один его урок не проходит без загадок или квестов, игр в формате «Верю-не верю» или «Что, где, когда». Свой методик он и продвигал на конкурсе «Учитель года». Финальные испытания длились 12 дней. График был достаточно изнурительным. Лидеры гомельчанина вывел ночной урок. Это лотерея. Ты тянешь класс, в котором ты будешь преподавать и тему, которую ты будешь этим детям объяснять. Тебе на подготовку очень краткое такое сокращенное время. То есть я узнал урок в 12 часов и в 12 часов следующего дня я должен его уже дать. Он должен быть идеальным. Шестой класс я вытянул. Глобус, градусная сетка, параллели и меридианы. Поэтому я пытался подойти к этому достаточно творчески. И очень был практико-ориентированный урок. Дети измеряли с помощью нитей, глобусы. Они измеряли, они ходили, они друг другу что-то объясняли. И я такой думаю, господи, это хаос, просто хаос. А оказывается эмоциональная вовлеченность. Вадим говорит, что к победе шел 7 лет и до самого конца не верил, что жюри сделает выбор в его пользу. Конечно, такая большая работа была бы невозможна без помощи и поддержки коллег. Конкурс длился год. Мы проходили все этапы от районного до республиканского. Конечно, тяжело, трудно, но оно того стоило. Конечно, мы получили колоссальный опыт методически. Не только методически, но мы также узнали различные методики, что в дальнейшем нам поможет также в своей профессиональной деятельности. Вадима Лосева называют учителем будущего. Он ведет географическую страничку в Инстаграм и делает стримы своих уроков. С ребятами общается практически на равных и обсуждает, к примеру, последние музыкальные хиты. А за все это и, казалось бы, легкостью лежат глубокие знания. Вадим изучает системы и методы образования других стран и мечтает лично посетить финские школы, чтобы перенять их опыт. А в Беларуси на данный момент он получил все возможные педагогические награды. У меня самая главная награда – это благодарность президента. Эта награда считается верхом эталонной награды, к которому люди идут достаточно долгое время. Но для того, чтобы ее получить, нужно получаться с районной, центрального района города Гомеля, Гомельской области, Министерства Республики, Министерства образования Республики Беларусь и, собственно говоря, благодарность президенту. И вот сейчас отличненького образования получил уже после благодарности президента. Она есть у нас в школе, то есть я все свои награды отдал в музей нашей школы, и сейчас они там хранятся, в том числе и хрустального журавля. По сути, в 31 год Вадим достиг вершины профессиональной деятельности. А на вопрос «А что дальше?» говорит семья. Во время награждения во Дворце Республики географ отошел от протокола и сделал предложение своей девушке, которая сидела в зале. С Ольгой Климович Вадим встречается уже 5 лет. Их объединила любовь к интеллектуальным играм. Коля тоже педагог и дочь белорусского знатока Леонида Климовича. Одна из руководителей клуба интеллектуальных игр «Белая рысь». Так что впереди у молодого человека много приятных хлопот. Свадьбу планируют ближе к лету, когда наладится эпидемическая обстановка. Но насчет свадебного путешествия уже все решено. Поскольку это сюрприз, скажем, в духе Вадима. Там есть черные пляжи, гейзеры и северное сияние. За все это учитель года благодарен тем, кто разглядел его талант и дал шанс показать себя на конкурсе. К возвращению в Гомель географ с цветами и подарками отправился в областной институт развития образования, чтобы сказать спасибо методистам, которые готовили его к соревнованию. Победитель решил подарить одну из своих наград малого хрустального журавля музею института развития образования. Вадим Олегович – это учитель нашего завтра, скажем так. Это учитель будущего, потому что он очень интересно ведет уроки, нестандартно, он просто растворяется в своих учениках, он мгновенно реагирует на ситуацию, которая складывается на уроке. И мы думаем, что ближайшие три года система образования будет ориентироваться на такой стиль преподавания. Ну а главный приз конкурса – новый внедорожник Джили Вадим Лосев подарил родителям, которые в свое время позволили ему самому выбрать профессию и всегда поддерживали начинание сына. Анна Корольчук, Валерий Гопанько, Игорь Морещенко. Новости недели. Их миссия – сохранить и приумножить культурное богатство страны. Ежегодно во второе воскресенье октября в нашей стране отмечается День работников культуры. В Беларуси его празднуют около 70 тысяч деятелей искусства – музыкантов, художников, сотрудников театральной и киносферы, работников музеев и образовательных учреждений. Подробнее об этом и не только в нашем культурном обозрении. Накануне профессионального праздника лучших деятелей сферы культуры пригласили во дворец Румянцевых и Паскевичей, чтобы поздравить и вручить заслуженные награды. Со сцены звучали теплые пожелания и благодарности в адрес тех, кто помогает зажигать звезды. Почетные грамоты от областного и городского исполнительных комитетов, а также Советом депутатов, получили сотрудники школ искусств, домов культуры, музеев и библиотек. Нагрудным знаком «За заслуги» профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма награждена директор городского центра культуры Людмила Панина. Гомельский областной центр народного творчества отметил свое 80-летие. Праздник под названием «Скрыниц животворных» прошел в Театре кукол. Его посвятили любительскому творчеству и Дню работников культуры. Гостей вечера встречала выставка декоративно-прикладного искусства народных мастеров области, а также живая музыка и народные бытовые танцы. Желающие могли также продегустировать блюда региональной кухни. Во время праздничного концерта коллектив учреждения принимал подарки, поздравления и благодарности, в том числе от Министерства культуры. Гомельщина культурная. В областной библиотеке имени Ленина состоялась презентация двухтомного фотоальбома. В первой части можно найти снимки и информацию о традициях и обрядах нашего региона. Вторая посвящена современному фестивальному движению Гомельской области, которая часто становится площадкой для проведения региональных, республиканских и международных мероприятий. Издательство «Гомельская правда» планирует продолжить серию «Гомельщина культурная» новыми альбомами. В картиной галереи Гаврила Ващенко открылась выставка светлогорского художника Сергея Коваля. На ней представлено около 30 работ разных лет. Основную часть представляет серия «Мои друзья». Картины, посвященные известным художникам Пикассо, Шагалу, Ван Гогу, Модильяне и другим. Сергей Коваль работает в направлении примитивизма и наивной живописи. Его творчество известно не только в Беларуси, но и за рубежом. Картины экспонировались в Польше, Франции и Китае. Невероятным концертом в «Гомеле» отметили 250-летие со дня рождения всемирно известного композитора Людвига Ван Бетховена. Для любителей классической музыки Гомельский симфонический оркестр подготовил программу «Бетховен 5 в 1». Впервые за один вечер в трех отделениях были исполнены все пять фортепианных концертов «Маэстро». Мероприятие открыло шестой форум классической музыки. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания.